Уральские металлурги, представители сферы образования, здравоохранения и спорта, деятели искусства и общественники отмечены руководством страны и региона. Губернатор Евгений Куйвышев вручил государственные награды Российской Федерации и знаки отличия Свердловской области. Новые политические и экономические реалии, в которых живут сегодня Российская Федерация и Свердловская область, ставят перед нами необходимость поиска крепких и верных нравственных ориентиров, тех моральных и духовных основ, которые скрепляют наше общество, делают его сильнее, помогают преодолевать все трудности и, конечно же, добиваться победы. Губернатор подчеркнул, что для всех, кто присутствует в зале, эти нравственные и духовные ориентиры близки и понятны. Они составляют основу их жизни. Это высокая ответственность, чувство личной сопричастности ко всему, чем живет страна, патриотизм и гражданственность. По словам Евгения Куйвышева, все уральцы, чей многолетний труд, вклад в социальный и экономический рост отмечен наградами, выполняют очень ответственную миссию, передают духовно-нравственную эстафету молодежи, демонстрируют пример любви к родине, честного отношения к своему профессиональному и служебному долгу, к своим гражданским и человеческим обязанностям. Именно в такой преемственности духовных традиций и заключается основа, объединяющая национальные идеи, которая во все времена помогала нам строить, создавать и укреплять социально-экономическую и политическую мощь России. В этом году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу указом президента России награждены 6 вердловчан, которые получили медали и ордена за заслуги перед Отечеством разной степени. Медаль за спасение погибавших по указу президента России вручена студенту Уральского государственного педагогического университета Вадиму Насипову. В 2014 году молодой человек спас малыша упавшего вместе с коляской на рельсы метро в Екатеринбурге. Звание почетный гражданин Свердловской области присвоено профессору-консультанту кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии Уральского энергетического института УРФУ Николаю Данилову, который не так давно ушел из жизни, не успев получить заслуженную награду. Как отметил губернатор, Николай Данилов – настоящий уралец, умный и достойный человек, с именем которого связаны многие знаковые страницы в индустриальном развитии региона. Евгений Куйлышев также впервые вручил знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Это награда для благотворителей и меценатов, для людей, оказывающих реальную помощь тем нашим согражданам, кто в этом больше всего нуждается. Первым обладателем знака отличия стал генеральный директор УГМК «Холдинг» Андрей Козицын. «Есть над чем работать, есть о чем говорить, но самое главное – нужно соответствовать тому, что мы сегодня в виде наград получили. Поэтому давайте будем соответствовать». Семь человек награждены знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью третьей степени. Среди них травматолог-ортопед Константин Пиастопола, который в настоящее время заведует ортопедическим отделением номер один Уральского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Чаклина. Являясь старейшим сотрудником ортопедического отделения, он прооперировал 2930 пациентов, проконсультировал более 50 тысяч человек с самыми сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Таким же знаком отличия награжден генеральный директор Екатеринбургского художественного фонда Сергей Титлинов. К 70-летию победы фонд реализовал масштабный проект по созданию на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге барельефа в вехе Великой войны, отражающего ключевые события в истории Великой Отечественной войны. Сергей Титлинов подчеркнул, что мы все в неоплатном долгу перед теми, кто когда-то защитил нас и теми, кто продолжает защищать сегодня. То, что сделано на Широкой речке, это всего лишь начало большого пути. Как говорится, из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. И мне кажется, стоит завершить этот круг и создать точно такую же серию произведений, посвященных всеобъемлющему вкладу уральского тыла в Великую Победу. Еще семь человек получили награды за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков, удостоившийся почетной грамоты главы региона. Я любую награду из рук губернатора или высшестоящих руководителей принимаю как оценка труда всего ветеранского сообщества. Такого тесного сотрудничества ветеранского сообщества с органами власти мы не встречали, то есть не встречаем в субъектах Российской Федерации. В этот же день по приказу Министерства спорта Российской Федерации за значимый вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских игр и 11-х Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, памятной медалью награждены первый вице-премьер Владимир Власов, вице-премьер Яков Силин, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт, управляющий горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Среди артемовцев немало тех, кто в разное время были отмечены федеральными и региональными наградами. Вложили в развитие области и всей страны много сил и жизненной энергии. Их пример, а также пример тех, кто являются почетными гражданами нашего муниципалитета, позволяет подрастающему поколению артемовцев видеть достойные ориентиры в своей дальнейшей жизни. Нужно помнить, что награды не всегда находят своих героев. Скромных людей, которые своим ежедневным гражданским подвигом, отношением к работе, семье и обществу делают жизнь своих земляков лучше. Это наши родные и близкие коллеги и соседи, все те, кто окружает нас в повседневной жизни, заслуживает уважения и признания своих заслуг.